Радио Болтком Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Да, спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был с господиной Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Всем еще раз добрый день Начинается программа Добро пожаловаться С нами на прямой связи Председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартир Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Добрый день, здравствуйте Доброе утро Я напоминаю, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Звоните, пишите Пишите на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Мы обязательно постараемся ответить на ваши все вопросы И вот с прошлой передачи У нас остались несколько вопросов неотвеченными Значит, пишут нам следующее Заметили ли вы, что тариф на электричество 17 августа прыгнул до 4 евро за киловатт-час С 18 до 19 часов Хорошо, что в этот раз нас предупредили Какие отговорки нам подготовили еще Кроме того, что за свободу надо платить Когда закончатся такие бега по кругу Из одной проблемы в другую Ну, я понимаю, что всех очень обеспокоил Вот этот скачок стоимости электричества И какая-то неясность Что делать, в какое время можно включать электричество В какое лучше не включать Ну, давайте разберемся сразу У вас есть контракт с поставщиком Договор с поставщиком электроэнергии Вы покупаете у кого-то Посмотрите в свой договор Посмотрите в свои условия И тогда вы будете знать, сколько вы будете платить Если вы не пользуетесь почасовой биржевой закупкой Тогда, наверное, это к вам не в такой большой степени относится Ведь это же касается мгновенной закупки Причем цена эта была там с 16 до 17 условно На голове какой-то день Сейчас она предельная цена Она уже европейским регулятором разрешена На бирже до 5000 евро за мегаватт Или до 5 евро за киловатт Но я советую первое, что сделать Это смотреть свои договора И искать наиболее стабильные условия Тогда вы что-то сможете спрогнозировать Ясно одно, что электроэнергии Как и тепловая энергия Дешевые не будут И больше там по 2-3 цента Мы уже никогда таких цен не увидим Далее я бы немножко охладил тех Кто пытается все это связать с платой за свободу Потому что то, что происходит сейчас в Европе Это системный энергетический кризис Который начался задолго до какой-либо там Этой политической подотвратки Года 2 назад начался Сейчас он идет к такой очень хорошо развитой фазе Там намешано все, что угодно Неверная ценовая политика Неправильная оценка возможностей Об источниках электроэнергии и так далее Как мы будем выходить из этого И что будет в дальнейшем Очень трудно сказать Сейчас никто ничего сказать вам не сможет Мы находимся в стадии развития Тяжелейшего энергетического кризиса Чем это все закончится Трудно представить Да, потому что говорят Ведь даже и во Франции Где атомные электростанции Работают Они тоже не могут работать на полную мощность Из-за того, что из-за большой жары Высохли в водохранилище И нечем охлаждать реакторы И поэтому тоже Вот можно сказать Пришла беда откуда не ждали И вот это и погодные условия И все, что происходит Но что вот Обычные люди В принципе они может быть не хотят Вдаваться в какие-то детали Вот что выгоднее Пользоваться электрочайником Или кипятить на газе Когда лучше, например, стирать белье Если, ну, стиральная машина Включать ее на ночь Или это можно делать днем Есть ли какие-то вот такие нюансы Подводные камни Если у вас По договору Вы имеете переменный тариф День-ночь Я не знаю, кто у нас в Латвии Имеет такие домашние хозяйства Такие-то Такие устройства Это должен быть специальный счетчик И у вас должен быть договор Что у вас днем и ночью Электроэнергия будет По различной цене поставляться В этом случае Вам надо взвешивать Что и когда делать Самое главное Что я могу сказать На сегодняшний день Внимательно анализируйте Своё энергопотребление Как тепловое Так и электричество И старайтесь использовать Ровно столько Сколько вам нужно Если вам нужно Кипятить стакан воды Не кипятите двухлитровый чай Ну очень грубо Точно так же Если есть у вас Какие-то приборы На стендбай Я не знаю Сколько уж они там будут Нам стоить Но в принципе Вот все Энергетические компании Рекомендуют Не держать приборы На стендбай Отключать их от розетки Потому что тоже Идет энергопотребление Счетчики На поставщиков Все более и более чувствительные И если механический счетчик Не улавливал потребление До 50 ватт То сейчас Наверное Они улавливают Гораздо более Меньшее потребление И поэтому Я бы советовал Так Оглянитесь Осмотритесь Посмотрите Что вам нужно Если у вас Вы используете приборы С избыточной Электрической мощностью Ну тогда Примите решение Нужны ли вам Такие приборы И Как это все Вы будете использовать Дальше Других вариантов нет Мы должны Рационально Относиться К столь Дорогому продукту Отказаться Мы от него Не сможем Пока он будет В доступе Значит Ну надо Потреблять Столько Сколько нужно По возможности Рационально Даже Вот Казалось бы Богатой Благополучной Великобритании Тем не менее Вот звучат голоса О том Что нужно Запасаться На зиму Теплыми свитерами Теплыми одеялами И Готовятся к тому Что Ну вот Будет понижена Температура Средняя температура В квартирах И Зимой Придется В общем-то Ну как-то Выходить из положения Своими силами То есть Это В принципе Такое ждет ли Нас То есть Нужно ли К такому Готовиться Нужно Готовиться Ко всему Я не знаю Вот Судя по тому Что сейчас Творится У меня Первый вопрос А сможет ли Наша Будет ли Наша Государство Постоя 24 на 7 В режиме 24 часа В 7 недели Обеспечено Полностью Электроэнергией Не будет ли Установлены Приоритеты Для Групп потребителей И не будет Леверное Отключение Определенных Групп Сегодня Предсказать Никто не может Это первое Второе Относительно Тепла Не секрет Что у нас Подавляющее Большинство Тепловой Энергии Производится На газ Никто Сегодня Не может Вам сказать Какая Будет Цена Газа И Хватит ли Его На Отопительный Сезон Здесь Тоже Куча Вопросов Поэтому Сегодня Заниматься Гаданием На Кофе На Кофе Ну Крайне Неблагодарное Задание А во-вторых Я бы сказал Так До первого Октября Вообще Говорить Не о чем Потому что Те политики Которые сейчас Что-либо Вещают Они вещают Исходя Из того Что Будут Перевыбор А у нас Политическая Культура Такова Что Неважно Что Ты Говорил До Выборов Если Ты Переизберешься В новый Состав Сайма То После Эти Перевыборов Ты можешь Сказать Что Вся Ситуация Поменялась И Сейчас Мы будем Решать Все У нас Нет Такого Что Ты Пообещал На Выборах Всем Золото И Небо В Алмазах А после Этого Ты Максим Можешь Должен Это Выполнять Ты Придешь И скажешь Извини Алмазы Растаяли Получился Дождь Здесь Прогнозирование На сегодняшний День Вообще Абсолютно Непонятно Конечно Сюда Еще и Политический Фактор Замечивается Но Я думаю Что Он В значительно Меньшей Степени Чем Системный Кризис Вообще И Такое Впечатление Что У всех Отсутствует Понимание А что будет дальше Я напомню Телефоны Прямого эфира 67212 93 9 67213 93 9 На ваши вопросы Отвечает Председатель Правления Товарищества Центра Консультации Собственников Квартир Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидорко Еще Вот один вопрос Который Нам прислали Вот к сожалению Поздно его заметили Не успели озвучить В прошлой программе Юрмала Сгатва 99 Авария В 71 Квартире Отключена Вода По всему Стояку Собственник Квартиры Недоступен Ремонтные Работы Произвести Невозможно Сидим Без горячей Воды Что делать В этой Ситуации В ТРНП И Силтум Сервис Ничего Не делают Ничем Не помогают Ну Я бы Сказал Так Во-первых Найти Собственника Квартиры Можно И Нужно Потому Что всякого рода Ломания И так далее Это все Очень тяжелый И Осложненный Процесс В принципе Сейчас приняты Правовые механизмы Которые Позволяют При использовании Правоохранительных Органов Скрывать Такие Квартиры В том Случае Если Нарушается Скажем Жизнеобеспечение Остальных Собственников Относится К этому Горячее Водоснабжение Я не могу Сказать Холодное Водоснабжение Это Обязательные Услуги Которые Должны Быть Обеспечены Но В принципе Есть Юридический Механизм Который Позволяет Сегодня Обратившись В судебные Органы Быстро Получить Решение На Вскрытие Этой Квартиры По Определенной Процедуре Так что Все равно Надо Обращаться К управляющей Компании И выяснять Может быть Там Собственник Появится Через неделю Там Надо Смотреть Во-первых Насколько Не делается Во-вторых Что Механизмы Такие У нас Есть Звонок Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Ривер У меня Все Такое Просто Я Живу В домах На лобу На 129 Квартир 4 Которыми Управляет Рига Скилс Академия У нас Такая Ситуация Что Почти Всех Жителей Данных Домов Бессрочные Договора Сейчас Даже Эта Новость Была Палатийск Неслини Показывали О том Что Сейчас Будет Высылаться Письма О том Что Договора Будет Переделываться На Двухгодового Валове И В этих Письмах Людям Самим Надо Написать Заявление О том Что Мы Хотим Перейти На Двухлетний Договор Но Есть Жители Которые Отказываются Это Делать Мы Не Будем Вопрос Вот Именно В этом Что Будет Дальше С теми Кто Откажется Писать Сам Такое Заявление И Я бы Ответил Так Все-таки Более Подробно Вам Надо Консультироваться С юристами Я не являюсь Юристом Общая Практика Договоров Сам Смысл Название Документа Договора То есть То О чем Договорились Две Стороны Согласно Гражданского Закона Никто Ни одна Сторона Принудить Второе Не может Я полагаю Что Вы В праве Не Соглашаться С Изменениями Условия Договора С теми Которые Вас Не устраивают И Это Будет Законно Можете Дать Письмо Можно так Что Непринудительно Все договора Средизируют На Есть Механизмы Принудительного Изменения Договоров Через Судебные Инстанции И так Далее То есть Так Просто Взять И сказать Что Ваш Договор Не Работает Невозможно Не связано Ли Это С тем Что Там Какие-то Объекты От Каких-то Объектов Пригоспел Судбовник Сегодня Избавляется Это Тоже Нужно Понимать И Убил Судбовник 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 В основном Дома Которые Находились В социальной Оренте Так я Понимаю Там Не было Таких У нас Один Один дом Адекватные Жители Дома И Просто У нас Во всех Договорах Практично Что Если Мы Не платим Конечно Кварплату Нарушаем Покой Нарушаем Режим Тишины Допустим Если ночью Кто-то Сумит Не платим За квартиру То Людей Выселяют Но Просто Если Бесрочный Договор Это Сделать Сложнее А Если Двухлетний То Просто Через Два Года Не Продлевается Ну Я могу Сказать Если У вас Я извиняюсь Если У вас Договоре Прописаны Условия Расторжения То Вся Проблема В том Что Хочет ли Управляющая Компания Фиксировать Нарушения Потому что Если Фиксируете Нарушения Неоплаты Неадекватного Поведения Скажем Небережного Отношения К Имуществу К Насколько Я знаю Там бывали Случа Огром Ростов В этих Случах Это надо Фиксировать И тогда Никакой Проблемы Для Расторжения Договора Нет Неважно Срочный Или Бессрочный Там Резоны По которым Это делается Мне Неизвестны И поэтому На самом деле Я могу На мой взгляд Вы Консультируетесь Конечно С юристом И на сегодняшний день Невозможно Взять И так С одностороннее Поменять Договоры Только с двухсторонней У вас действующий договор И Основанием Для его изменения Может быть Только соглашение Об изменении Отделения Да Просто Понятно Большое спасибо Спасибо большое Да 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Телефоны В студии Пишите нам Также на Ватсап 2 3 0 6 1 9 1 Будем Следить Смотреть Чтобы не пропустить Ваших СМС С вопросами Вопрос Вот Связанный С Переименованием Улиц Сейчас Большое количество Ну такая волна пошла Предложение Требований Там Самоуправления К переименованию Улиц Не вдаваясь Во все там Какие-то детали Почему Как и что С чем Кто Ну какие Какие Неудобства Сложности Могут возникнуть У простых Жителей Кто Меняет Таблички На Домах Кто Оплачивает Это все И вот Если например Какие-то Юридические Фирмы Которые Были Зарегистрированы По этому Адресу Нужно Ли Перерегистрировать То есть Вот Что Может Здесь Быть Связано С какими-то Сложностями Абсолютно Все Оплачивает Собственник Здания И помещения Вот И все Короткий Вопрос Издается Административный Акт Улицу Икс Называть Улицей Ивик После этого Все Дается Срок После этого Все Собственники Здания Должны За свой Счет Изготовить Новые Таблички Все Собственники Скажем И руководители Юридических Лиц Произвести Перерегистрацию И так далее Все За счет Клиента А Если Это дом Многоквартирный Ну Скажем Значит За счет Многоквартирного Дома Это все За счет Многоквартирный Или Дома Одного Хозяина Все Вновь Он имеет Собственника И Собственник Оплачивает Только Это разница Что Собственник Один Или Их 60 Оплачивают Они Нет Но Это Все Решение О том Как Заказываются Эти Таблички Как Это Домоуправление То Вы Задали Вопрос Об Оплате Кто Несет Административные Издержки Несет В том числе Если у Управляющей Компании В связи с этим Появляются Дополнительные Расходы И это Оплачивает Собственник Потому что Монтаж Новых Пластинок Это Одно Дело Заказать Новый Номерной Знак Другое Дело Что Нужно Заказать Еще Компанию Которая Может Его Установить У многих Это Связано Еще И с Освещением Знак И там Все Это Недешево Это Очень Недешевое Мероприятие И Как я Понимаю Даже Для Самоуправления Оказалось Потому что Часть Затрат Все Несет Самоуправления И Как я Понял Из Последних Сведений Только Одну Улицу Удалось Договориться Поименовать Пока Что Именно Из-за Затрат Очень 6 7 212 93 9 Телефон Нашей студии Здравствуйте Добрый День Алло Да Вы В эфире Пожалуйста Да У меня Два Коротких Вопрос Постараюсь Короче Первое У нас тут Значит Фингарабчий дом Пятиэтажка И тут Было Три дня Назад Собрание И вот Хозяин Новой Фирмы Куда Мы Перешли От Слава Богу Убежали От Рига Снава Паралник И вот Значит Он Вместе Составший Дом Вдруг Задвигает Я думал На собрании Будет Вопрос О Теплосистеме Об Изоляции О Запорке И Прочее Прочее Приводить в порядок Вместо этого Вдруг нам Резко Навязывают Две вещи Первое Это Якобы Аварийные Балконы И прочее Есть Несколько Балконов У которых Видно Пусочки Где-то Снизу Арматуры Но это Уже стоит Сто лет И второе И предлагают Нам Резко Делать Именно сейчас Срочный Ремонт Ставить Лиса Там И все И на Тибу Страфовать Запугался И второе Стеклопакеты На Подвальные Окна А у нас Половины Отмостки Нет Подвал Весырой Тепловузел Плавает Полностью И вот Я хотел бы Узнать Первое Насколько Умно Ставить Стеклопакеты Вообще То есть Не будет Ни вентиляции Ничего А главное Что При отсутствии Фактически Отмостки Плывет Все И первые Этажи Грибок Там и прочее Прочее И полы Ходом Ходят Ладно И второе Кто определяет Обязательность И прочее Прочее По балконам По их Аварийности И так Скать Вот и все Вот эти два Вопроса По балконам И стеклопакетам На Подвал Тем более Плавающих Все Спасибо Спасибо Отвечу Немножко Более широко На ваши вопросы Объединенные На самом деле Первое О техническом Состоянии Дома О пригодности И дальнейшие Возможности Эксплуатации Тех или иных Элементов Здания Или Коммуникации Компетентное Решение Может вынести Только соответствующим Образом Сертифицированный Строительный Инженер Это Скажем так Тот человек Который является В данном случае Последней инстанцией Он должен Осмотреть Ваш дом Визуально Составить Представление О его состоянии Если ему необходимо Он может Привести Дополнительные Инструментальные Проверки В том числе И частичное Вскрытие И замеры Влажности И так далее Он же должен Определиться С источником Влаги В вашем подвале Там отмостка Не отмостка Скорее всего Там если дом Стоит на фундаменте Значит там Проблемы с гидроизоляцией Фундамента В первую очередь Потому что Отмостка Вряд ли Она является Главной причиной Далее Такой инженер Составляет Акт технического Обследования Где излагает Все текущие Проблемы дома Все дефекты Которые он Обнаружил И распределяет Их по степени Опасности Или по степени Возможности Дальнейшей эксплуатации Здания Либо части здания С Такими дефектами И вот уже На основании Этого документа Собственники Квартир Должны Выбрать Для себя Приоритет Учитывая Мнение Специалиста И его заключение И конечно В приоритете Должны быть Те работы Которые Специалист Указал Что Они ведут Либо к дальнейшему Разрушению зданий Эти дефекты Либо Дальнейшая Эксплуатация Зданий Является Опасной Ну а Основанием Для всего этого Является Не заключение Старшего дома Я считаю При всем Уважении К институту Старших домов Не Мнение Управляющей Компании А должно быть Должно быть Техническое Обследование Зданий Тогда все Будет ясно Да С балконами Проблема Существует Но там еще Существуют И вопросы Каким образом Их восстанавливать Потому что Есть разные Способы И Разные Скажем Методы Устранение Устранение Этого Дефекта Это Первое Относительно Окон Стеклопакетов Я бы Ответил Вам Так Я не Вижу Разницы Между Деревянными Стеклопакетными Окнами Разница Только в том Что на Сегодняшний День Получить Где-либо Купить Деревянные Окна Переплеты Ну практически Невозможно Это индивидуальный Заказ И это Очень дорого Пластиковые Окна Они Являются Доступными И дешевыми На сегодняшний день Не в этом Фишка А Насчет Вентиляции Подвала Неважно Какие Стоят Окна Важно Чтобы Вентиляция Подвала Естественно Вентиляция Подвала Должна Быть Обеспечена С точки Звения И Защиты Здоровья Потому что В подвале Имеет Свойство Собираться Газ Родон С точки Звения Защиты От Влад Поэтому Какое Окно Будет Стоять Лишь бы Оно Было Окном Оно Сохраняло Тепло И Не препятствовало Вентиляции В тех Случаах Там Где Это Нужно У нас Следующий Звонок Здравствуйте Доброе Добрый день Александр Меня зовут Слушаю Передачу При всем Уважении К собеседнику Очень часто Слышу Не знаю Очень сложно Предположить Но я ему Подскажу Что в принципе Богатые страны Европейские Советую Всем остальным Хотя бы Уменьшить Температуру Квартира В домах На 2 градуса То есть Принесет Порядка 10% Экономии Я не говорю О том Что Конечно Надо ставить Стеклопакеты И все остальное Это финансовая сторона Не каждая квартира Потянет Но почему Нельзя Поставить У нас В Риге Громадные Площадя Крыш Которые Пригодны Для Использования Установки Солнечных Панелей Ну ведь Это же Реально Поставить Ну вот Эти люди Сидят На этих Дозностях Не знаю Не представляю А это А это Причем То политика Да Политика Есть Безусловно Посмотрите Автомобили Обклеены Такое ощущение Что они Старые плакаты Взяли И отклеили Какие-то 5% ПВН И все остальное На них Смотреть Не надо Надо по местам Людям Думать Спасибо Ну Во-первых Я не понял Это вы по-моему Разные передачи Слушали У нас сегодня Разговора о том Что вы сказали Не было Во-первых Насчет Солнечных Панелей Да Крыш Много Согласен Но Я допустим Эксплуатирую Крыши Которые Для того Чтобы на них Установить Панели Их нужно Соответствующим Образом Подготовить То есть Должно быть Техническое Решение Как На что Каким Образом Потом Эти крыши Кроме Вы забываете Когда вы говорите Про крыши Обычно Смотрите На частный Дом Милый Частный Дом На котором Новая Кровля Новая Крыша И на ней Сразу Изначально Ставятся Панели Прекрасно Нет вопросов Когда вы Берете Много Квартирный Дом С сухой Бетонной Кровли Если вы Когда-нибудь Ее видели Это Абсолютно Неровная Поверхность Это Поверхность Из Разрушающегося Бетона Который Отслужил Своих 60-50 Лет И Который Уже Находится На стадии Разрушения И вот Теперь Давайте На этом Попытаемся Поставить Не самую Легкую И не Самую Удобную С точки Звения Ветровых Нагрозок Конструкции Чем Это Закончится Мне трудно Сказать Я Не нашел На сегодняшний День инженеров Строителей Которые Предложили Мне решение Которое Я бы понял Как это Можно Там В течение 10-15 лет После этого Крышу Не обслуживать Но это Так Это мелочь Это для Тех Кто говорит Как вы Это Все не проблема Во-вторых Насколько мне Известно Я читаю Прессу Точно так же Как и вы Латвэнерго Сегодня Не принимает Назад Избыточную Энергию Ставит вас В очередь И вы будете Стоять в очереди Долго и упорно В домах Надо ставить Все что угодно В Эстонии Это уже делается Но опять-таки В Эстонии Было с государством Оплаченное решение О том Чтобы подготовить Техническое обещание Стандарты Как это делается Техническое обещание Доступно для всех Через интернет Только адаптируется Под дом У нас этого Ничего нет Поэтому Возможно У вас компетенция Гораздо более высокая В этом вопросе Я готов с вами сотрудничать Если вы мне Предложите обещание Этого вопроса Да Я просто хотел Еще добавить Что там Действительно У нас были Эксперты Выступали Которые говорили О том Что очень много Нюансов С солнечными панелями И есть Сейчас Очень Фирмы Которые предлагают Но это на самом деле Бэушные Из Германии У которых Очень низкие КПД И Они просто Могут не оправдать Себя Там Ну Нюансов Очень много И это действительно Ну Кажется Просто так Легко Сделать Теперь Относительно Богатых европейских стран Или Вы упомянули Великобританию Я тоже Упомяну Не в Латвии Родился термин Энергетическая Нищета И не в Латвии Люди умирали От переохлаждения А в Англии Богат И сейчас Умирали И прогнозируется Что их очень много Умрет И в эту зиму Относительно Снижения температуры В квартирах Да Такой вопрос Стоит на повестке дня Как снижение температуры И изменение графика Подачи горячей воды Что запрещено Опять-таки Правилами Кабинета министров Вот вы говорите Вот вы сидите На должностях И ничего не делайте Я как управляющий Говорю сразу Я если я сейчас Начну менять График подачи воды С той точки зрения Чтобы на 10-15% Сократить Необходимое Количество тепла Для горячего Водообеспечения Без понижения Даже уровня комфорта То я попадаю Под административные дела Как минимум Если не больше Следующее Снижение температуры Отопления Да В нормативе прописано В жилом помещении Должно быть 18 градусов Отрегулировать дом Таким образом Можно Насколько это будет Радостно для жителей Не знаю Потому что Средняя температура По дому 18 градусов Значит в отдельных Квартирах Будет 14-15 Тут тоже есть вопрос И вот Мне бы хотелось Понять Вот уважаемый Радиослушатель Когда у него В квартире Будет 14 градусов Он будет говорить Что все нормально Мы живем Как в богатых странах Потому что Степень готовности Здания Сегодня К понижению Температуры Тоже разная Те дома У которых стоят Регуляторы Отопления В каждой квартире То в этом случае Да Это можно достигнуть Так чтобы равномерно Было у всех Ну скажем Оптимальная температура Которую постановит дом Для этого нужно Еще решение дома Опять-таки Есть норматив 18 градусов Не ниже Если в какой-то Из квартир Будет ниже 18 Мы обязаны Поднять до 18 Нормативы Никто не пересматривал Значит опять Ответственность Ну вот Из этого Мы и сходим Но на самом деле Да Снижать придется Придется Наверное Еще один звонок Успеем принять Здравствуйте Пожалуйста Вы в эфире Алло Доброе утро Вы знаете Вот у меня Такое предложение Может быть Может быть Оно кому-то пригодится В связи с Экономией Электричества Может быть Альтернативой Стиральной машине Могут стать Такие гаджеты Как Допустим Корыто Тазик И стиральная доска Это просто Вопрос такой А еще Один вопрос Который Меня Все время Интересует Значит Все время Нам Внушали Что Рыночная Экономия Экономика Она Гораздо Подвижнее И кризисы Этого Никто не может Отвечать И это было И у классиков Прописано По экономике И любая экономика Она подвержена Кризисам Рыночная экономика Тоже Она Развивается К сожалению Не планомерно И равномерно Она развивается Какими-то Зигзагами Периодически Будут кризисы То есть Это не панацея Я не могу сказать Хорошо это или плохо На самом деле Наверное Самое лучшее Это когда Часть экономики Находится В свободном полете А часть регулируется Особенно Долгосрочное Планирование И подготовка Инфраструктуры На долгосрочные Программы Это задача Государства А не рынка Относительно Стиральные машины Стиральные машины Были придуманы И внедрены Столь широко Как и посудомоечная Не потому Что мы От барства Страдаем И лени А на самом деле Эти агрегаты Позволяют В значительной степени Сократить Энергозатраты И затраты Природных ресурсов В том числе И воды На Те же самые Процессы Стирки Поэтому Если вы хотите Пользоваться руками Пожалуйста Но все равно Вы же не будете В ледяной воде Стирать И вы не будете Не выполаскивать Белье Так что Здесь Смотрите Где вам будет Дешевле Или снижаете Температуру Стирки Или отказываетесь От горячей От теплой Стирки Но на самом деле Я не думаю Что эти машины Дают вам Какое-то Они наоборот Дают экономию И по воде И по энергии Если вы конечно Качественно стираете И полностью Загружаете Свой аппарат Ну что же Я смотрю Что у нас Осталось Совсем буквально Немножко Времени Нашей программы Если у кого-то Еще есть вопросы Можно писать 6 7 212 90 Звонить 6 7 212 93 9 Или писать Если вдруг Действительно У кого-то Возникают вопросы На В неделе То есть Можно всегда Написать нам На этот номер 2 3 0 6 1 9 1 Написать Что это вопрос В программу Добро пожаловаться И мы Обязательно На ваш вопрос В ближайшей программе Ответим Ну а пока Поблагодарим Нашего уважаемого Эксперта Ведущего программы Добро пожаловаться Председатель Правления Товарищества Центр консультации Собственников квартиры Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидор Сегодня отвечал На ваши вопросы Большое спасибо И всего доброго До следующего понедельника До свидания Всего доброго Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова